МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Галина Анатольевна, система оценки эффективности деятельности местной власти в Углическом муниципальном районе действует уже третий год. Какое место она заняла в ее структуре к настоящему времени? Какое влияние оказывает и в чем это выражается? По итогам работы за 2009 год у нас три структурных подразделения получили наивысший балл 10. Это управление по строительству и инвестициям, управление по работе с населением и управление по вопросам демографической семейной политики. Хотя в предыдущем, в 2008 году, у нас четыре управления сработали с оценкой в 10 баллов. Но хочется отметить, что два управления сработали лучше, чем в прошлом году. Это управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений и муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства. Они улучшили свои результаты, получив по 8 баллов. А остальные структурные подразделения сработали либо на уровне 2008 года, а некоторые структуры сработали даже чуть ниже. Но это, наверное, объясняется, что кризис вовсю действовал в 2009 году. Наверное, он отразился и на деятельности наших структурных подразделений. Но руководители, увидев оценки работы своих структурных подразделений, конечно, сделали организационные выводы. И я думаю, что по итогам оценки текущего года результаты будут выше. Улический муниципальный район по итогам 2008 года был признан лучшим среди 17 районов Ярославской области. А каковы итоги 2009 года? Удалось ли удержать те положительные тенденции, которые были достигнуты в тот период? Какая работа была проделана над отмеченными тогда недостатками? Напомню, что в 2008 году в качестве слабого места называлась ситуация с состоянием ремонта дорог общего пользования. Да, действительно. Как только вышел указ президента за номером 607 об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, и сразу по итогам оценки первого года работы среди муниципальных районов, Углический район занял первое место. И губернатор области выделил нам денежный грант в размере 2 миллиона 200 тысяч рублей. Многие угличане видят, куда были потрачены эти деньги. Леонор Михайловна решила приобрести красивый красочный паровозик, передать его в парк культуры. И был приобретен небольшой прогулочный катер на 11 мест. Он тоже будет находиться в эксплуатации парка культуры. То есть это вот заслуга угличан, которые поработали на общий результат. По 2009 году мы уже тоже в область представили отчет о достигнутых значениях показателей эффективности, которые будут оцениваться. Но мое внутреннее ощущение, что у нас 28 показателей из 45 достигнута положительная динамика. Девятый год к восьмому. По семи показателям мы остались на уровне восьмого года. Ну и по девяти показателям несколько хуже. Ну несколько, незначительно. Я думаю, на результаты комплексной оценки это не повлияет. И есть такое внутреннее ощущение, что все равно, значит, где-то в лидерах мы должны быть и просто обязаны мы удержать то место, которое получили по итогам за 2008 год. Тенденции наращивания темпов динамики по показателям, они сохранились в этих отраслях, особенно в отрасли ЖКХ. Мне хочется сказать, например, показатель доля отпуска коммунальных ресурсов по приборам учета. Если в восьмом году у нас было 33%, а в этом году 50%. Доля отремонтированных дорог, по текущему ремонту дорог, у нас в 2008 году было 6%, а в этом году 24%. То есть хороший рост. Мы 33 километра отремонтировали. Хорошая динамика у управления архитектурой, как я уже говорила. Они сократили на 20 дней, значит, срок получения разрешения на пользование земельного участка с момента рассмотрения заявления. Было 130 дней, стало 110 дней. То есть это хорошая динамика. В медицине у нас тоже, допустим, профилактический осмотр населения. С 98% выросли практически до 100 по жилищному строительству. Если в прошлом году мы ввели 219 квартир, в этом году, в 2009, мы построили и ввели 322 квартиры. Практически на 100 квартир больше, на 1000 квадратных метров больше. Оценка правительством Ярославской области, муниципальных всех районов, городских округов, она состоит из комплекса оценок. Вот показатели эффективности. Социологический опрос населения, как все-таки население оценивает деятельность местных органов власти. И сами темпы роста динамики и мониторинг местных финансов. Вот по социологическим опросам населения, мне хочется сказать, что результаты 2009 года чуть хуже, чем результаты 2008 года. Проводились они специалистами областного Ярославского правительства. 421 человек участвовало в опросах. Мы вообще даже не знали, где, в каких местах опрашивались наши граждане. Но люди дали оценку ниже и по отрасли здравоохранения, и по отрасли образования, и по культуре, и даже по деятельности самой власти. То есть для нас, для администрации и для главы района, в общем-то, это немаловажный фактор мнения людей о том, что происходит, какие происходят процессы на территории нашего района. Естественно, мы тоже будем анализировать, где, почему, почему у нас ухудшилось, почему население, чем недовольно. И будем принимать соответствующие меры и делать выводы. Я думаю, вот объяснение причин – это кризис, безработица и вот все явления, связанные с кризисом. Галина Анатольевна, конечно, прошлый 2009 год был нелегкий в связи с кризисом, но, тем не менее, какие-то новые точки роста наметились? Да, конечно, конечно. Как я уже говорила, в вопросах жилищного строительства, в вопросах капитального ремонта жилого фонда. Ведь Углический район в числе первых вошел в реализацию закона 185-го. Это вот ветхий аварийный жилой фонд, расстеление, капитальный ремонт жилого фонда. У нас за это время, что действует программа, более 500 домов отремонтированы капитально и в городе, и на селе. Я говорю в целом муниципальном районе, потому что мы представляем из себя 5 сельских и одно городское поселение. У нас первое место в области мы лидируем по созданию автономных учреждений. В прошлом году у нас доля их составляла 6%, а в 2009 году уже 10%. То есть опять мы самые первые вот по этому показателю. Точки роста в развитии малого и среднего бизнеса. В прошлом году была активная поддержка в размере 3,5 миллионов оказана этому сектору экономики. Поэтому у нас доля населения, охваченного малым и средним бизнесом, выросла в два раза. С 23% до 45%. Это тоже хорошая точка роста. Это как раз и развитие туризма, и все, что связано с ним. В отрасли жилищно-коммунального хозяйства активно стала действовать система подготовки котельных и жилого фонда к новому отопительному сезону. Сейчас стали подписываться паспорта готовности котельных и жилых домов. Так вот, если в прошлом году у нас было 48% подписано паспортов готовности, то в 2009 году уже 100%. То есть это говорит о том, что мы достаточно на высоком уровне подготовились к новому зимнему отопительному сезону. И практически точки роста есть, вот отслеживаются в каждом направлении. Галина Анатольевна, в настоящее время вы также занимаетесь разработкой графиков административных регламентов. Что они из себя представляют и для чего нужны местные власти и населению? Да, вопрос интересный. Это, конечно, в первую очередь для информированности населения о муниципальных услугах. У нас сейчас создано два реестра. Реестр муниципальных услуг, которые оказывают бюджетные учреждения здравоохранения, культуры, образования. И реестр муниципальных услуг, которые оказывают непосредственно органы власти. Вот в последнем реестре у нас 70 услуг насчитывается. Что такое муниципальная услуга? Она вытекает из функций, которые исполняет власть. Муниципальная функция – это вид профессиональной деятельности, связанный с исполнением властных полномочий. То есть регулярная профессиональная деятельность. Но иногда функция перетекает в услугу в момент, когда в органы власти обращаются граждане или юридические лица. И конечным итогом их обращения является какой-то документ, постановление, разрешение, согласование, начисление и выплата пособия, субсидий и так далее. Вот это является услугой. А административный регламент представляет из себя нормативно-правовой документ в форме постановления администрации Угольского муниципального района, где будет прописана вся процедура предоставления той или иной муниципальной услуги. От начала, в тот момент, когда заявитель обратился с тем, чтобы ему оказали услугу, и до конечного итога. Регламент будет состоять из двух разделов. Общее положение, где будет описание муниципальной услуги. Структурное подразделение, которое будет оказывать эту муниципальную услугу. Местоположение, адрес, телефоны, взаимодействие с другими структурными подразделениями. Второй раздел административного регламента – это вот как раз все процедуры. Там, говорится, специалист, который будет принимать, перечень документов. Значит, в момент принятия документов он проверяет, может заявителю возвратить, ну, в связи с некачественным оформлением или недостатком предоставленных документов. Значит, далее там будут описаны процедуры обжалования. То есть гражданин может обжаловать через суд, может обратиться с жалобой к главе района, к руководителю структурного подразделения. В этом разделе административные процедуры будут указаны сроки. Обязательно указаны сроки исполнения той или иной муниципальной услуги. Эти административные регламенты будут вывешены в структурных подразделениях, на видных местах, чтобы, придя в то или иное структурное подразделение, граждане имели возможность ознакомиться с муниципальной услугой, с порядком ее предоставления, с ответственными лицами. И в конечном итоге за неисполнение этой услуги, куда, на кого можно, так сказать, пожаловаться. Далее мы будем работать уже еще над муниципальными функциями. Пойдут административные регламенты муниципальных функций, но они будут касаться чисто чиновников, чиновничьих процедур. Можно сказать, что сферы вашей деятельности расширяются? Это все в свете административной реформы, в свете создания электронного правительства. Наверное, наш народ много знает, читает, слышит о том, что сейчас вот такая федеральная программа запущена, электронное правительство. Область активно двигает этот вопрос. И вот один из блоков вот этого электронного правительства будет введение единого регионального реестра государственных и муниципальных услуг. То есть мы туда будем сообщать все данные. То есть любой интересующийся через сеть интернета может зайти на портал, допустим, Углича, посмотреть, а какие же в Угличе, а какие же там в Данилове, в Тутаеве оказываются муниципальные и государственные услуги, какие там регламенты, какие сроки. То есть это, опять же, для расширения информированности населения, для гласности, для усиления роли гласности. И это подведет к тому, что вот сейчас Элеонор Михайловна все равно вынашивает идею о создании единого государственно-муниципального центра оказания услуг. Чтобы человек пришел в одно место и, оставив заявление, пришел потом за конечным итогом этой услуги, а не бегал по смежным, так сказать, структурам. Наверное, это дело не близкого, так сказать, будущего, но тем не менее я надеюсь, что этот центр состоится в Угличе. Галина Анатольевна, судя по всему, работы у вас впереди очень много. Желаем вам успехов и спасибо за интервью. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин